Инвестиции в ветроэнергетику. Международный форум стартовал сегодня в Ульяновске. Профессиональная площадка объединила полторы сотни представителей отраслевых компаний, научных учреждений, федеральных органов власти. Эксперты рассмотрели практические меры развития ветроэнергетики от мировых лидеров, а также обсудили локализацию подобного производства. От взаимодействия с поставщиками необходимого оборудования, до финансирования и государственной поддержки отрасли альтернативной энергетики. Напомню, инвесторы, чьи проекты соответствуют требованиям, получат гарантированное возмещение затрат. Программа поддержки действует до 2024 года. Что касается дальнейшей поддержки, пролонгации, решения окончательно не приняты, но есть понимание в отрасли, что эта поддержка необходима. Фактором продления поддержки, ну скажем, для той же ветроэнергетики, является то, что проекты по строительству ветропарков начали реализовываться чуть позже, чем планировалось. В Ульяновске ветроэнергетику начали развивать буквально с нуля и сразу по нескольким направлениям. 14 ветряных генераторов уже пополняют общую энергетическую сеть региона. Пока мощности небольшие, всего 35 мегаватт, но в перспективе за 5 лет хотят увеличить эти цифры до 250 мегаватт. Параллельно для новой отрасли готовят и кадры, но особое внимание локализации производства компонентов для ветроэнергетики. На сегодняшний день идет строительство завода по производству лопастей. Мы до конца этого календарного года планируем производство запустить. Что это даст для региона? Это, конечно же, новые рабочие места. Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами для создания супер уникальной отрасли, которой нет в Российской Федерации. В полном объеме она не сформирована по производству новых материалов. Тогда мы будем с вами не только родителями ветроэнергетики, но и родителями самых уникальных материалов. Я хочу, чтобы, единственное, чтобы, раз мы раньше всех начали этим заниматься, чтобы мы оставались той территорией, которая бы занималась и научными разработками, и вот этими новыми материалами, и одновременно, так сказать, которая бы задавала темпы и направления развития и возобновления энергетики. Практические решения Ульяновского региона гости форума оценят уже завтра. Участники деловой программы посетят первый российский ветропарк. Продолжение следует...